36 миллиардов на социальную сферу или 70 процентов от всего бюджета. В правительстве Ульяновской области единогласно проголосовали за проект главного финансового документа региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. До этого момента проект закона об областном бюджете широко обсуждали на общественных советах, ведомственных рабочих группах, а также на правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Бюджет основывается на базовом прогнозе социально-экономического развития и исключает определенные риски. Таким образом, доходы на будущий год в областной казне составят чуть больше 52 миллиардов рублей. Это на 4 миллиарда больше первоначального законопроекта о бюджете на 2018 год. Планируемая сумма расходов 51,7 миллиарда рублей. По доходам основную часть составляют налоговые и неналоговые доходные источники. Они сложились в сумме 44,3 миллиарда рублей. И 7,9 миллиарда составляет федеральная помощь. Но при этом в целом нужно отметить рост как по доходам, так и по расходам к первоначальному бюджету 2018 года. По доходам он составляет 3,9 миллиарда, по расходам 4,2 миллиарда. Положение главного финансового документа во многом учитывают майские указы президента Владимира Путина. Согласно им проиндексирована заработная плата в сумме 686 миллионов рублей, а также меры социальной поддержки граждан региона 229 миллионов. В полном объеме в бюджет 2019 года заложены страховые взносы на фонд обязательного медицинского страхования неработающего населения. Цифра превышает более 5 миллиардов рублей. Что касается расходов бюджета фонда, общая сумма расходов фонда в 2019 году планируется в сумме 15 миллиардов 76 миллионов 100 тысяч рублей с ростом 8,6 процентов в 2018 году. Поправки в бюджет коснулись и сферы образования. Речь идет о компенсации расходов на бесплатную перевозку школьников из Меликесского района, который каждый день ездит на учебу в Чердаклинский район. Принятие данного законопроекта в 2018 году потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета. Сумма небольшая – 245,9 тысяч рублей. Данные средства будут направлены на техосмотр, зарплату водителя, медосмотр и обеспечение бензином. На поддержку реального сектора экономики в будущем году планируется направить почти 9 миллиардов рублей. На самом деле очень важный параметр. Рост доходной части на 4 миллиарда очень амбициозный по собственным доходам. Но при этом считаю, что он непредельный. И, в общем-то, у нас есть основания полагать, что мы и в течение года еще, надеюсь, будем корректировать бюджет в части того, что будет получать дополнительные доходы. 1 ноября законопроект о региональном бюджете рассмотрят в областном парламенте. Рината Альулова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.